Легкоатлетка из Чувашии Елена Наговицына стала чемпионкой России в беге на 5000 метров. Нашу республику представляли две спортсменки. Кроме Елены, на дистанцию вышла Екатерина Ишова. С первых метров дистанции девушки вырвались вперед и помогая друг другу вели бег. Примерно за 2 километра до финиша Ишова стала отставать от Наговицыной. Елена на заключительный круг дистанции ушла в гордом одиночестве и финишировала с результатом 15-23-20. Третьей дистанцию преодолела Екатерина Ишова – 15-33-64. Таким образом, Наговицына отобрана на первенство мира, которое пройдет в Москве с 10 по 18 августа. Вместо ворчливых соседей по очереди, которой не видно конца, талончик и ожидание на удобных диванчиках. Кстати, не более 10 минут. Ко всему этому вежливое обращение и доступность во всех районах города. Это офисы Сбербанка нового формата. Но обо всем по порядку в нашем следующем материале. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь и увидимся уже завтра. Перезагрузка Сбербанка началась еще в 2011-м. С тех пор в нашей республике появилось 26 переформатированных офисов. Изменения видны еще с улицы. Это обновленные фасады, которые выполняют в едином корпоративном стиле. Однако больше всего оценят внешние изменения те, для кого раньше обычный поход в банк становился испытанием. Для маломобильных групп населению у входа в каждый офис сделали пандусы по всем нормам и правилам. А в некоторых филиалах даже специальные подъемники. Впрочем, все главные новшества внутри. Одно из основных изменений – четкое зонирование. Сразу в глаза не бросается, но на деле очень чувствуется. Так если театр начинается с вешалки, то обновленные офисы Сбербанка начинаются с зоны самообслуживания. Здесь к вашим услугам банкоматы и терминалы. Много банкоматов, очень удобно. В любое время подошел, снял деньги или любые другие операции. Ну а если у вас появились вопросы или нужно провести более сложную операцию, смело проходите дальше. В зону быстрых операций. Там вас встретят персонал, система контроля очереди и комфортные места, где этой очереди можно дождаться. Кстати, в этой зоне можно неофициально выделить еще одну подзону. В ней точно не будет скучно тем, кто пока не дорос до банковских дел. Как детский сад здесь очень удобно, да, они время проводят хорошо и, в общем-то, не капризничают. Можно с удобством провести здесь время, заплатить все. Также в каждом офисе из банковской реальности можно попасть в банковскую виртуальность при помощи интернет-киосков. В особую зону выделили продажи. Туда направляют тех, кто, к примеру, хочет взять кредит. Также в каждом офисе есть зона ипотечного кредитования. Ну а для особых клиентов, руководителей компаний и просто крупных вкладчиков особая зона Сбербанк-Премьер. Что ж, это все об удобстве, ну а теперь о доступности. Снять деньги, оплатить интернет, связь и услуги ЖКХ по дороге домой. Это стало возможно благодаря так называемым умным остановкам Сбербанка. Впрочем, достоинство этого вида обслуживания доступностью не ограничивается. Что если вы, например, через операциониста будете пополнять свою карту, у вас деньги будут поступать на карту в течение суток. Ну, как бы нормативно. Ну, как правило, это 5-6 часов. Если вы делаете это через банкомат, это минуты. Реально, в течение нескольких минут у вас деньги на карту будут зачислены. Поэтому, если вы хотите положить деньги на карту кому-то, не надо опять идти в банк, лучше прийти в банкомат. Не оставить своих клиентов Сбербанк и там, где деньги нужны, пожалуй, больше всего. В торговых центрах открываются мини-офисы. Помимо зоны самообслуживания, у нас здесь несколько банкоматов и платежных терминалов, через которые можно провести как безналичную оплату услуг, так и наличную. Также у нас можно открыть онлайн-вклад. Каждый клиент это может сделать самостоятельно, на более выгодных условиях, нежели в привычных офисах. Впрочем, на этом переформатирование не закончится. Сбербанк движется в нескольких направлениях по развитию точек присутствия, как мы это называем. То есть, понятно, также дальше будут развиваться филиальные сети, особенно в городе Чебоксар. Это очень актуально для нас. Будет продолжаться переформатирование, изменение внешнего облика, перемещение отдельных филиалов на более удачные места, более удобные для клиентов, в первую очередь. Ну а пробовать на себе все новшества можно на остановках и в любом районе города. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...